и радостные приветствия всем тем кто все еще существует в этом плане реальности в этот момент в этом ролике мы займемся турелями потому что турели это замечательно это это прекрасно турели турели делают наш мир лучше потому что что такое вселенная без турелей вселенная без турелей пуста безжизненно в этом материале мы рассмотрим 2 тулеточки одна попроще другая посложнее вот они у нас на экране эта туретка будет безупречно точно следовать за положением игрока и периодически по нему постреливать это туретка чуть чуть сложнее она будет доворачиваться в точку где находится игрок момент начала до ворота стрелять потом снова доворачиваться туда где игрок находится в момент начала до ворота и так далее Соответственно, технически говоря, эта туретка должна быть слабой пукалкой, которая раздражает игрока А эта туретка по лойке должна быть довольно мощной и опасной Вот, но это принципиальный, так сказать, более вопрос геймплея А с точки зрения технической реализации все на самом деле довольно просто И давайте разберем, начнем с более простой и перейдем к более сложной Значит, вот эта туретка у нас представлена классом Наверное, лучше сначала просто увидеть, как они работают То есть, эта зараза просто-просто-просто всегда наведена на игрока Ай-ай А вот эта штука, она смотрит, где мы находились в момент, когда она начала на нас наводиться Соответственно, может выдавать довольно смешные повороты И кое-кто умер Ну, да не суть важно Значит, смотрим на первую туретку Вот у нее такой довольно простой блюпринт Ну, первым делом мы, конечно, ссылаемся на управляемого игроком персонажа С помощью функции GetPlayPone Кастуем, получаем игрока Ну, это, в принципе, нужно больше для моих внутренних систем Которые взаимосвязывают игрока с ролевой механикой И, соответственно, позволяют начислять экспозу за уничтожение объектов вражеских Но это уже тонкости Значит, туретка у нас умирает от одного удара Соответственно, в случае Any Damage Спауним спецэффект взрыва Неважно какой, можно ничего не спаунить И уничтожаем актера Этот блок начисляет игроку очки опыта Интересное начинается вот здесь В EventTicket Ну, ясное дело Первым делом мы вычисляем расстояние до игрока С помощью функции GetDistanceTo И сравниваем с переменной Adist Которая, собственно говоря, говорит Скоро расстояние пушка должна на нас сагриться Если игрок ближе, чем зона агро То нам надо сделать два действия Первое действие Это, собственно говоря, выстрел по игроку Ну, на самом деле, здесь все довольно просто У нас есть таймер Fire Timer и Reload Timer Который отвечает за время перезарядки Fire Timer В случае, если он Меньше или равен нулю Это означает, что мы готовы стрелять Если он больше нуля То, соответственно, его надо просто убавлять На Delta Time каждый раз Delta Time мы традиционно присваиваем Первым делом в EventTicket В противном случае Да, присваиваем таймеру значения Reload Чтобы пошел цикл перезарядки И что мы делаем? Узнаем свое текущее Текущее местонахождение Сферы целеуказателя Как обычно, мы используем маленькую невидимую сферку Для того, чтобы показать, куда именно будет стрелять пушка Мы размещаем ее в районе окончания ствола И в WorldLocation этой сферки С помощью функции GetWorldLocation мы узнаем, где она находится в пространстве мира С помощью функции MakeTransform создаем структуру трансформации объекта Вращение по нулям Масштаб единица А Location is GetWorldLocation И передаем это на спаунер боеприпасов Ну, какой уж боеприпас она будет выстреливать, это отдельный вопрос Естественно, по логике вещей боеприпас должен лететь в ту точку, где находится игрок в момент выстрела И дальше мы делаем небольшой трюк Поскольку у нашей пушки есть всего лишь две анимации Анимация стояния на месте и анимация стрельбы А даже ее уничтожение мы делаем отдельным спецэффектом В данном случае, хотя никто не мешает добавить еще один эффект И просто отключить этот блок в случае, если пушка умерла Это уже, опять-таки, это частности Что мы делаем? Флипбуку мы назначаем анимацию стрельбы Ставим ее на нециклическое воспроизведение Set looping для нашего флипбука False И запускаем на воспроизведение Ну, опять-таки, этот момент, он как бы необязательный Но может помочь Итак, запустили на воспроизведение И даем delay То есть, приостанавливаем выполнение операций На вот эту вот протяженность На время флипбука лэнгс Как только delay прошел Выставляем с помощью точно такой же последовательной операции Set flipbook, set looping, только здесь true и play Обратно анимацию стояния на месте Таким образом, нам вообще не надо ни о чем заботиться Просто мы гарантируем, что как только закончилась анимация выстрела Обязательно включится анимация стояния на месте Больше нам ничего от этой системы не нужно Более интересный вопрос Как она поворачивается Нам нужно вычислить угол расположения турели По отношению к игроку Для этого мы используем немножечко математики Понятно, что угол мы вычисляем с помощью тригонометрии Соответственно, мы устанавливаем actor rotation В данном случае, то есть, турель идеально всегда четко следует за игроком Она всегда повернута к нему Соответственно, получаем ротатор Угол Y, pitch Вот она, ось Y Вокруг нее мы вращаемся Арксинус Арксинус чего? Вот здесь начинаются интересности С одной стороны мы вычисляем разность по оси X Между местонахождением игрока GetPlayAppleOn, GetActAllocationX С другой стороны мы вычисляем координату по X нашей турельки Находим разность И делим эту разность на длину вектора расстояния Между этими двумя объектами То есть, вычисли два вектора Получили вектор Который указывает Вектор расстояния между одним объектом и другим объектом Вычислили его длину с помощью функции VectorLength Разделили их друг на друга И на самом деле тут немножечко мухляжу идет Но синус этого значения по сути даст нам нужный угол И собственно все Вот это вот первая наша туреточка Она работает, она не просит кушать Вот И соответственно Соответственно мы ее ценим и уважаем Да Ну и повторюсь, работает она вот таким вот Незамысловатым образом Теперь перейдем к вот этой турели Она немножечко посложнее Но в ее проектировании мы используем ряд элементов Которые были использованы в оригинальной турели Да Вот такой вот у нас получается Blueprint Опять-таки Эта операция не меняется И эта операция не меняется То есть event BeginPlay и event AnyDamage У нас точно такие же Интересности начинаются чуть позже Но начало опять-таки Вводная снова та же самая Мы задаем DeltaTime Мы узнаем расстояние до игрока И турель хоть что-то делает Только если игрок находится в зоне агро Дальше начинается последовательность действий Первый этап Мы повторяем функцию расчета угла поворота Только в этот раз мы выделяем отдельную переменную Мы ее называем PLAngle И формула ровно та же самая Через оксинус Отношение расстояния по иксу к расстоянию реальному Мы получаем угол Где находится игрок Узнали этот угол Следующий ход Нам надо повернуться Для того чтобы удостовериться Что мы готовы К чему-то Или к стрельбе Или к повороту Мы используем функцию NILLEQUAL То есть приблизительное равенство С допустимой погрешностью Равной произведению скорости поворота Для этого у нас еще одна переменная К DeltaTime Помноженное на DeltaTime Это допуск ошибки GetAngle Это функция С помощью которой мы Собственно говоря Определяем текущий угол поворота нашей пушки Тут все просто Мы просто находим В рамках функции GetAngle Ну просто для того чтобы сделать это чуть-чуть поменьше И занимать меньше места Мы берем GetActorRotation Находим для нашего актера турели BreakRotator И возвращаем значение по Y Функция чистая То есть не забываем поставить галочку PURE Итак, если эти два угла практически равны друг другу То в таком случае Мы Словно говоря готовы открыть огонь Назначаем следующее значение Угла На текущее Положение Игрока То есть PlayerAngle мы высчитываем на каждый тик Как вы видите Да, поэтому мы всегда готовы назначить новый желаемый угол поворота Desangle И дальше мы уходим на стрельбу Стрельбу разберем чуть позже В случае же Если мы не готовы поворачивать Не готовы стрелять Да, мы еще поворачиваемся Тогда мы можем вызвать замечательную функцию Ну, SetActorRotation Понятно Замечательную функцию под названием RInterp2 Эта функция применяется для того, чтобы с помощью математической интерполяции В автоматическом режиме повернуть плавно актера к заданному углу Что мы делаем В Ввод Current Мы даем GetActActorRotation То есть Текущее значение поворота актера Это начальная точка интерполяции Дальше DeathAngle Это наш Угол поворота вокруг оси Y То, куда мы хотим повернуться Соответственно Создаем Rotator Как обычно С помощью вывода MakeRotator И цепляем DeathAngle к Y Соответственно Это начало поворота Это конец поворота И остается 2 дополнительных корректировки DT Назначаем как DeltaTime Это наш интервал вращения Да, то есть Насколько Будет раздроблен Раздроблен поворот Операция поворота В зависимости от скорости поворота А для скорости поворота У нас такие есть переменные TSpeed Введя все эти данные Мы можем назначить Полученный результат В команде SetActActorRotation И как вы видели В превьюшке Довольно плавно Красиво подворачивается пушка Как и обещает Описание этой функции То есть Это действительно удобный Эффективный способ Доворачивать Объект до цели Без того Чтобы создавать Безумное количество Свойств и параметров Описания Того Каким образом Объект доворачивается Хотя конечно Никто не мешает С помощью блока условий Определять минимальный Укол поворота Единственное что Придется придумывать Каким образом Обыгрывать Плюс-минус 180 Да То есть Система координат В Unreal Engine Это минус 180 Плюс 180 И минус Плюс-минус 180 Это Грубо говоря 360 Соответственно Здесь есть тонкость Что и минус 180 Плюс 180 Это на самом деле Один и тот же угол Ну а так в основном Ничего сложного Возвращаемся К случаю Когда углы совпали Мы назначили Новый Дезэнгл И Собственно говоря Повторяем Опять действия Из предыдущей Турели То есть Таймер Перезарядки Спауним Под пульку Нашу Наш снаряд В месте Где находится Таргет Сфея То есть Вот этот вот Шарик И дальше Выполняем Опять Последовательность Действий В этот раз Немножечко Замороченное Значит Тут наверное Придется сделать Небольшое Ответвление В контексте Того что У нас довольно Специфический Снаряд Нужен для того Чтобы правильно Вести огонь По цели Поэтому мы Сейчас Перейдем Отсюда В Наш снаряд Вот это Класс Нашего снаряда Выглядит он Довольно Просто Пулька С коллизией Ну коллизию Настраиваете Под себя Что важно Мы создаем Снаряд Узнаем Текущее положение Себя Любимого И дальше По тику Снаряд должен Как бы просто Лететь Но мы не можем Просто взять Стартануть И полететь Куда хотим Да мы должны Лететь в точку Куда смотрит Ствол орудия И вот здесь Вот и вступает В дело Наша Темная магия Понятно Что снаряд Летит по Линейной Траектории Соответственно Функция Которая Описывает Его поведение Это АХ Плюс Б Да У равно АХ Плюс Б Грубо говоря И соответственно Мы должны Это каким-то Образом Реализовать Ну Понятно Что мы Не раз По идее Разбирали Каким образом Можно двигаться Между двумя точками Как минимум В видео Про Летающие Платформы Но Упрощенно Говоря Вот сама Система Движения Мы задаемся Вектором Направления Домножаем Его на Скорость Помноженную На Дельта Тайм И Получаем Возможность Сет Экста Локейшн Переместить Нашу Пульку В новые Координаты Ну Естественно Через Текущую Локацию Хотя у Нас Переменной Целок Ну Неважно Но Интересность Начинается Где Сам по себе Дир Надо Рассчитать Для этого У нас Есть два Параметра Целок Текущее Местонахождение И Тарг Это Наша Цель Этот Расчет Проводится Собственно Говоря В момент Первичного Запуска Да То есть В принципе Это происходит На каждый Кик А Ну Правильно Целок У нас Зафиксирован На старте И Тарг У нас Тоже Не Меняется Поэтому Все Правильно Хотя В принципе Здесь Можно Ввести Какой-то Bully Флажок Чтобы Это Посчиталось Однократно Да Ну В любом Случае У нас Есть Такая Замечательная Штука Как Get Unit Direction Vector Это Собственно Вычисление Вектора Направления Соответственно Через Одну Функцию Не Заморачиваясь Мы Вызываем Ее Указываем Что Начало Это Наше Текущее Положение Направление Движения Это Тарг Далее Эти две Вводные И Она Возвращает Нам Вектор Направления Которые мы смело записываем переменную Дир Разбиваем этот вектор И Нас интересует Направление Направление Нас интересует Чтобы мы могли повернуть Ракетку В нужную сторону Ну Опять таки Ракетку Да У нас Оно как бы Круглое Нам Пофиг Но Может быть И не Круглым Поэтому Технически Вот этой частью Можно пожертвовать Но Если надо То Вот Примерно Таким образом Реализуется Разворот Снаряда В нужную сторону Это мы вычислили Вектор направления Следующий этап Это Управление Скоростью Ну Опять таки Это Мульки Прибамбас В нашем случае Наш снаряд Медленно ускоряется Соответственно Это чисто Визуальная фишка Можно было Просто задать Фиксированную скорость И не париться У нас Есть Какой-то Параметр СПД Макс Это Максимальная Скорость Движения И стартовый Параметр СПД Ага Ну вот Для этого Снаряда Он сразу Стартует На Максимальной Скорости Да То есть Этот блок Не используется Но В принципе На принципиальном Уровне Мы задаем Скорость Если скорость Меньше Максимальной Скорости То мы Используем Переменные Ускорения Excel И Домножаем Ее тоже На Дельта Тайм Потому что Это Тоже Время Зависимая Переменная И Прибавляем Скорости То есть Понятно Интеграл Ускорения Это Скорость Интеграл Скорости Это Перемещение Вот Мы Это И делаем Вводя Переменную Дельта Тайм Во все Это Скорость Плюс Ускорение Для Текущего Времени Это Новая Скорость Если Скорость Превышает Больше Или равна Грубо говоря Максимальной То Мы Устанавливаем Скорость Равной Максимальной Скорости И Затем Двигаем Наш Снаряд Ну и Понятно Если Снаряд Столкнулся С кем То Он Наносит Урон И И исчезает То есть Тут все Довольно Просто Но Главное Что у нас Здесь Появляется У нас Есть Переменная Тарк И Здесь У нас Есть Еще Одна Переменная Год Тарк То есть Вот Этот Весь Блок Движения И Расчета Направления Не Начинает Работать До тех Пор Пока Мы Не Получили Целе Указание А Целе Указание Дается Пушкой Которая Порождает Этот Снаряд То есть Пушка Должна Указать Вот Эту Переменную И После Этого Поставить Флажок Год Тарк После Чего Все Начнет Работать Вот Теперь Мы Можем Вернуться К Нашей Пушке И Собственно Вот Здесь Вот И Происходит Наша Темная Магия Как Я Уже Сказал У Нас Есть Функция Вида Вида А Икс Плюс Б Ну Наверное Это проще Будет Слегка Проиллюстрировать Итак Возьмем Вот Эту Офигенскую Схему Это Наша Турель У Нас Есть Три Точки H T И TRG Это Наша Цель То Место Куда Должен Полететь Снаряд Т Это Кончик Ствола А H Это Координаты Актера Реальные В нашем Случае Будем Считать Что Это Координаты Основания Корпуса Турель Соответственно Отсюда Мы получаем Две Входные Координаты H X И T X По X И Соответственно H Y И T Y По Y Как Мы Уже Сказали Полет Снаряда Описывается Линейной Зависимостью F От X Равно A X Плюс B Вот Эта Жирная Линия По Центру Это наш F X И Как Мы Видим Все Три Эти Подставляя В функцию F От X H X T X И TRG X Мы Получим Соответственно H Y T Y Ну и Почему То Невидимый Не понял TRG Y Ну как бы Получить очевидно Где он находится Но я его все таки Добавлю на Законное место Да Вот он будет Наш TRG Y Соответственно Нам нужны Вот эти две Координаты Что мы делаем Для того Чтобы Их получить Составляем Систему уравнений Нам известны HX HY TX TY Что нам неизвестно Это A и B Соответственно Составляем Систему уравнений Относительно A и B Ага Вот где у нас TRG Y И решаем ее Ну Решение Системы уравнений Элементарное Через Выражаем A Через B Подставляем Получаем А Подставляем В выражение Для B Получаем B Вот такие вот Зависимости у нас Получаются Собственно говоря Вот этого вот Достаточно Для того Чтобы Описать Поведение Нашего объекта И вот В рамках Этого выражения Мы Собственно Это и делаем HX Ну В нашем Случае У нас Ось Z Задействован HX HZ TX TZ Узнали HX Вход Параметры Которые Мы будем Считать Координаты Целеуказания Это одна и та же Переменная Определились с этим И решаем Систему уравнений Собственно говоря Те зависимости Которые я Привел раньше Вот они Наши А И B По Тем зависимостям Которые Приведены Вот здесь Здесь мы Решаем Дробь Здесь мы Добавляем Еще Вычитание И умножение И используем А То есть мы Считаем Выражение Вот в этой Формулировке Потому что Зачем мы будем Считать Вот эту часть Два раза Решив Систему уравнений Получив коэффициенты Для функции Мы можем Соответственно Перейти к следующему Этапу Зен 2 Два И соответственно Применить Наши вычленные Коэффициенты Для того чтобы Рассчитать Координаты Цели Make Vector Делаем Да Для Тарг И А умножить На Пx Плюс Б Это наши Координаты По У А Пx Это координаты По Х Вот она Наша цель И Назначаем Год Тарг Откуда Берутся Привязки Для этого Все просто Как говорится Я тебя породил Я тебя и уничтожу В момент Когда мы Используем Спаун Эктор Для того чтобы Породить наш Снаряд Вот это Вот это Выходное Значение Это Ссылка На Снаряд По сути Это Каст На Снаряд Соответственно Мы можем Сразу Пользоваться То есть Используя Вытягивая Вот это Значение Мы можем Ввести Тарг Вот он Наш Хорошенький Гет И Сет И то же Самое Для Год Год Тарг При желании Мы могли бы Провозгласить Эту штуку Переменной Но нам Это не нужно Нам Нужен доступ К этому Объекту Всего лишь Два раза После того Как мы Это сделали Мы повторяем Процедуру С воспроизведением Анимации Точно так же Как это было Сделано В первой Турельке Вообще Безо Всяких Новшеств Или изменений Да Просто Задаем Анимацию Стрельбы Ждем Пока Она закончится И все Миссия Выполнена И Наконец В случае Да Если Здесь у нас Отрицательный Вариант То мы Дожидаемся Пока Анимация Закончится И Начинаем Поворот То есть Здесь мы Просто удостоверяемся Что В настоящий Момент Не воспроизводится Анимация Флипбука Стрельбы Ну Для упрощения Работы Мы Задали Две Переменные Типа Пейпа Флипбук Это проще Всего Сделать Вытянув Отсюда Переменную И нажав Промоут Вариабл Но Суть Ровно Та же Самая Ну И наконец Финальная Часть Обработку Таймера Перезарядки Мы уносим В самый Хвост Потому что Таймер Должен Работать Вне Зависимости От того Чем В настоящий Момент Занимается Наш Ствол Вот Собственно Говоря И вся Темная Магия И на выходе Сохраняемся Компилируем Как обычно И на выходе Мы получаем Два Вот таких Варианта Работы С турельками На мой взгляд Дешево И сердито Естественно Обе Опции Можно Подтягивать Дорабатывать Пересматривать То каким Образом Они себя Уведут И можно Жестоко Умереть Что ж Всем спасибо За просмотр Надеюсь Этот материал Будет Не бесполезным А если он Будет бесполезным То я надеюсь Что он был Хотя бы Развлекательным А если он Не был Развлекательным То Ну не знаю Я выпью Кофе Потому что Мне печально А если Мне не печально То я выпью Кофе Потому что Мне не печально И до следующей встречи Которая может быть Произведет скоро А может быть И нет